и Швейцария. Я думаю, что из-за одних таких вот концертов, он случайно, видимо, кто-то из музыкантов, скорее всего, флейтист Маттиас Циглер, шепнул ему на ухо, сказал, наверное, что здесь такая пицца. Вот. И через моего тогдашнего менеджера он, в общем-то, и нашел меня, пригласил в свой дом. Я в то время была такая очень неуверенная в себе певица. Когда я к нему пришла домой, я такая была вся накрашена. Так у меня была такая боевая раскраска такая, как у японских артистов кабуки. Вот. Я такая неприступная стояла. Вот. И он, я помню, стоял передо мной, руки так сложил. И вот одну фразу сказал. Мне нравится ваш голос. Можно с вами сфотографироваться. Вот. Но потом уже последующие годы мы уже встречались. Естественно, все было намного спокойнее. Я поняла, что он не напористый человек, что он мечтатель, что он романтик, что он очень ранимый, что он очень чувствительный человек. Я поняла, что с ним нужно... Я ведь привыкла как? Сразу же в бой. А вот с ним так вот... Это вы таких людей просто из космоса к себе притягиваете, следуя буддистской традиции. Это вы сама такая, такие к вам люди и приходят. Мы когда сможем вас в Москве в следующий раз услышать и увидеть? Все зависит от случая. От случая, который создают люди. Погода. В доме. И гастрольное расписание. В государстве погода между менеджером и исполнителем, продюсером и менеджером. Вот. Поэтому я не могу сказать, когда. Но я уверена, что однажды я, наконец, научусь не только убедительно петь, потому что я считаю, что я еще не научилась до конца. Но и приеду со всем составом, найдутся такие деньги, найдутся люди, найдется место. Вы бы хотели этого? Да. Но, к сожалению, ситуация всегда зависит не от меня. Она зависит от погоды. Ну, будем. Дорогие друзья, может быть, попробуем в рамках антропологии сделать все для того, чтобы обеспечить наслаждение голосом Сайнхо здесь, на московской земле, в следующий раз. Давайте попробуем нам сюда прислать, ну, вот мне, что ли, на пейджер, Лене Карповой, что ли, прислать предложение от всех заинтересованных устроителей гастролей. Давайте в эту совершенно некоммерческую, такую для нас важную встречу организуем. Организуем. Дорогая Сайнхо, позвольте пожелать им успехов, позвольте поблагодарить вас, дорогие друзья, за это невероятное наслаждение. Я хочу вас заверить, что что-нибудь да будет сделано. И мы будем вас во всеоружии видеть здесь снова. Я тоже хочу поблагодарить и телевидение, и вас лично, и всех сотрудников, которые сегодня работали с нами, за их внимание, за их осторожность, за их чуткость. Я очень надеюсь, что у нас еще будут встречи. Я желаю вам удачи. Спасибо. И спасибо за вашу нестандартность. Это как раз пинг-понг. Точно такой же я мог бы отвесить и вам комплименты. Вы тоже крайне стандартные. Я хотел бы, чтобы вот это и осталось в памяти. И могли бы вспеть что-нибудь под завязочку. Хорошо. Чтобы так это вот ваш невероятный голос и остался бы в памяти народной. Спасибо вам большое. Итак, у нас в гостях была Сайнхо Нымчалак. Запомните это имя. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Всего вам самого наилучшего. Сайнхо Нымчалак Сайнхо Нымчалак Сайнхо Нымчалак Сайнхо Нымчалак Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok